Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому гороху. Санкт-Петербург называют. Сегодня я хочу показать вам доходный дом Чувалдиной. Находится он по адресу гороховая 56. Я пользуюсь ресурсом CityWalls и какими-то другими изданиями, которые я нашел в книгу Ларисы Бройдман по гороху относительно этого дома. Дом был приобретен Владимиром Ивановичем Чувалдином в период между 1877 и 1885 годами. Точнее отследить пока не удалось. Архитектор Грунвальд Мельников уже перестраивал и это было в 1879-1880 годах. Стиль эклектика. В 1888 году Чувалдин становится купцом первой гильдии. Через некоторое время дом принадлежит уже вдове Чувалдиной Анне Петровне, которая проживает в собственном доме на Гороховой 56. Идет суровскую торговлю внутри Апраксина двора. Это торговля текстильными товарами. Через некоторое время на старшей дочери Чувалдиной Екатерине женится Филадельф Геннадьевич Бажанов. Вот такое имя Филадельф. И торговый дом Чувалдин и преемники образовывает. Становится там приказчиком. В 1904 году товарищество прекращает свое существование. А в феврале того же года создается торгово-промышленное товарищество Бажанов и Чувалдина. Акционерное общество на паях. Надо сказать, что Чувалдина владела домом до Октябрьской революции. В 1894-1900 годах в доме жила семья Василия Николаевича Муравьева. В будущем святой преподобный Серафим Вырицкий. Василий Николаевич Муравьев, преподобный Серафим Вырицкий, был одним из пяти крупнейших мехаторговцев Петрограда, имевших оптовые склады. В этом же доме, как говорит табличка, которая здесь есть на доме, в 1895-1918 год жил и работал профессор Петербургской консерватории, основоположник латышской классической музыки Язобс Виттлс. Ну вот, собственно говоря, и все, что можно сказать об этом доме, все то, что точнее я нашел по поводу этого дома в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч, пока-пока.